Так, мы с вами встречались? Нет, не встречались, мы с вами разговаривали по скайпу как-то раз, даже два. Так, а вы где, при церкви слушаете? Да. Так, слушаю. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю вас, говорите. Вот вы в ходе ваших видеозаписей, которые выложены в интернет, говорили, что встречались с мусульманами, с имамами, так сказать, беседовали. Да. И мне интересно, какая ваша методика разговора именно с ними? Если, конечно, можно ответить на этот вопрос. Вас интересует только беседа с мусульманами или вообще? С мусульманами. У меня просто, так сказать, предоставилась такая небольшая возможность. Ну вот вы смотрите одно, что у меня нет никакого духовного образования. Я не кончал ни семинарию, ни академию. Это я знаю. Вот. Дальше. У меня главные слова, два слова. Христос и Библия. И всё в этом. Ну а что Христос? Это значит молитва. Вот я приезжаю. Я не знаю, какую тему вы избираете. А я её не избираю. Она меня избирает, тема эта. Понимаете как? Вот когда людям говоришь, а ну, такие знатные, там, богословы, там, профессора, академики, они до того удивляются. А где вы берёте тему? Тему где я беру? Ну, вот допустим, стихотворение написать, это должна быть тема. А если это стихотворение у тебя не из двух куплетов, а из девяти. А у меня 3467 стихотворений, сохранившихся, не считая потерянных. И по девять куплетов, и ни одной по марке нигде нет. Черновики показывают. Как это может быть? Не знаю. Варение молитвы бывает, я раз строчку записал, кончил молиться, когда утреннее правило. У меня уже стихотворение готово, я пишу его на счистую. До этого не может быть. Ну вот как есть. Так же с мусульманами. У меня исключённые слова Аллах, Мухаммад, Коран. Три слова исключаются. Всё, дальше беседуем. А что значит исключаются? Повторите. А что означает исключение? В разговоре я эти слова не произношу. А по какой причине? Ну, причин несколько. Есть государства, где слово Аллах запрещается говорить иноверцам. А мы для них не мусульмане, а иноверцы. Второе. Господь послал и дети проповедуют Евангелие всей твари, а не Коран. И мне зачем Коран-то? А Даниил Сысоев, он говорил, повторял, делал так. У него такой подход. Я Коран разбираю по сурам, аятам, 18-й том. В сравнении с Библией. Такого материала нигде в интернете вы не найдёте. Это 750 страниц практически. Том. Один. Полностью. Что за 1300 лет было сказано мусульманам знатными людьми. Политиками, поэтами. Вот. Там всё сказано. Какой том вашего президента? 18-й. Открытым оком. 18-й том. Он зелёного цвета, под флаг их. Ну да. Вот. Я теперь им говорю о Христе. Вот вы если видели мой ролик, когда мы в доме у мулы? Нет, не видел. А посмотрите. Прекрасная его жена. Она меня встречает. Вы посмотрели её восхищение. Она вообще... Да даже нельзя высказать. Это редко Катыра православная так принимает православного проповедника. Она... Ну, представь. Два высших образования. На четырёх языках разговаривает. Преподает в университете. Там консерваторию кончила. И она руками сплеснёт. Аж присядет. Никто не поверит. Мой отец, мой учитель приехал ко мне на дом. Азербайджан. Город Баку. Понимаете, как вот... А мы познакомились с ней с разрешением её мужа, конечно. И муж тут же находится. Это как? Бог делает. Это невозможно сделать. Я спрошу такое, было ли у Данила Сысоева. Никто этого не знает и не слышал. Это Бог делает. Моё тут ничего нет. Я только молился. У неё лежит Библия. Коран, Тора. Она очень и очень высоко образована. Муж о шести языках разговаривает. Мула, повторяю. Она меня повела в мечеть. Я рассказываю уже не один раз, как я там молился в мечети с поклонами. Это надо было видеть. Какие их глаза были. Как они меня окружили. Что там было. И потом, как мы расстались. Как будто бы прошла вечность. А всего ничего там меньше одного часа. Это между их намазами. Вот как Бог делает. Что сказать я не знаю. Но я стал им говорить о Христе. Я не говорю об Исе, Иса, который в Коране написан. Нет, это другой совсем. Наш Иисус родился от Девы Марии. Он распят, а они в это не верят. Это другая личность под именем Иса, Иисус. А вот, Игнатий Тихонович, Тут я столкнулся с двумя видами, так сказать. Что-то замыкает. Не слышно. Поближе к микрофону или как-то? Некоторые мусульмане считают, что действительно он был распят. А некоторые говорят, что не был распят. Но я не встречал таких, которые говорят, что не был распят. Я во Франции встречался с ними. В Турции были. Мы проехали Турцию. Шесть мусульманских республик. Мы ни одного не встретили, которые говорили бы, что он был распят. А они в это не верят. Они верят точно по Корану. А по Корану он не умирал за грехи людей. Вчера, например, в храм подошла мусульманка, поставила свечки. С какой стороны, может быть, с ней начать было говорить? Один вопрос. Первый. Стоит ли говорить? Это главный вопрос решить. Когда обращаются люди с вопросом, первый вопрос. Стоит ли им отвечать? Это может сказать только миссионер. Этого таланта нет ни у благовестников, ни у проповедников. Они этого не знают. Они водятся своим умом. Поэтому тут молитва. Больше ничего нельзя сказать. Бог покажет. Бог отверзит уста или закроет печать на уста, положит. Можно подойти. Неплохо, если когда ваша жена здесь или кто-то близкий вам из женщин. Неплохо было бы узнать, если как-то из бывших республик она или она издалека, из настоящих мусульман. Это большая разница. Туркмены, они их даже не считают за мусульман. Они свинину трескают. И что только нет у них. И выпивают. Настоящий мусульманин никогда не прикоснется к свинине. И вот если уже тебе Господь положил на сердце, необходимо поговорить. Ты можешь подойти и спросить, вы откуда. И узнать, нуждается она в чем-то или нет. Это первый вопрос. О Христе пока не надо говорить. Она должна увидеть в вас отображение Христа. Ну а дальше уже видно будет. Скажите, вы пришли, поставили свечку, как это по вере вашей. Вам это не запрещается. То есть у вас должен быть щадящий язык. А не так, а вы еретики, тут сектанты или там головорезы пришли к нам. Это недопустимо даже думать об этом. Она пришла говорить, что вот когда в храм захожу, Бог помогает. Да, это у них есть. Она остается той же самой. Да. Да. Вот они крестятся. Хотя в храм приходят. Да. И вот они крестятся, детей крестят. Зачем? У них много одержимых. Они стараются как-то оградиться от демонов. И они крестятся. А потом они вырастают турки. И не верят. Они верят в мусульмане. Они обрезаны. А когда до дела дошло, они обращаются ко Христу. Стали говорить, там их в детстве крещённые. Епископы собрались и действительно крещённые. А и как детское крещение не вменяется. Ни по вере родителей, ни по чьей вере. Ложное было. Хотя крестил настоящий священник с полным погружением. Вот какая история-то. А ещё раз вы говорите, что не вменяется? Повторите. Вы говорите, что не вменяется? Да, именно так, что крещение не считается. Без веры. Кто будет верить и креститься написано? Веры не было ни у родителей, ни у ребёнка. Ребёнок маленький. И епископы собрались, что с ними делать-то? Теперь они приходят креститься. Как считать? А он живёт, ему 18 или 30 лет, он мусульманин, он жил по тем законам, жил, всё делал, что все делают. А потом Господь его коснулся. Так его крестить или не крестить? И принято решение крестить. То крещение было недействительным, потому что не было никакой веры совершенно. По ложным причинам. Ну, понятно, да. Но это по нашей вере, по православной так же. Я понял, что он говорит. Вот. А вот вопрос такой, вчера, так сказать, мы вот сидели вчера с Дмитрием Сорокиным у меня дома. Да. И вот ещё один обращенный баптист. Да, у нас крещение принимал он. Да, я вот, сказал. Вот. Ну и вот ко мне на днях парень, мы как раз обсуждали этот момент, на днях парень приходил, извиняюсь, не приходил, мы встретились в метро, и он вот протестант. Вот. Вот по какому плану лучше, с чего лучше начинать, и по каким темам двигаться вперёд? Вот, если он протестант, да? Ну да, вот баптист отделённый. Понял, это у нас во втором томе открытым оком. Там всё, все вопросы, которые они задают, не вы им задаваете, а они. Вы его можете спросить, а почему вы не в церкви? Как не в церкви? Да у нас такое он сразу. Нет, вы не в церкви. И дальше разговор пойдёт, что такое церковь, где нет рукоположённого епископата от апостольских времён, это не церковь, это главнейшая тема. Не иконы, хотя иконы у них почти центральное место. И тысячелетнее царство. Это где легко их наклонить к размышлению о ложности их пути. Самое главное, это священство и церковь. Два вопроса. И вы спросите, а почему вы не в церкви? Вы такие люди хорошие, работники хорошие, Библию знаете. А дальше уже, ну, вы должны знать хорошо Писание. Неотразимо точно. Единое слово нельзя изменить Библии. И вы покажите ему, что мы, православные, находимся в сфере светосвященного Писания, а вы Библию не знаете и искажаете её. А они любят Библию, его это сразу затронет. Поэтому эти темы, вы можете зайти к истинному православию у меня на сайте, и там эти две темы освящены полностью. К ним уже ничего нельзя добавить. Я 40 лет собирал материал на эту книгу. К истинному православию на нашем сайте. Вы знаете наши ресурсы? Да, да, вы мне присылали. На сайте, на сайте, посмотрите. Как только откройте сайт, и там сразу к истинному православию, и ещё раз ткните, и оглавление пойдёт. Вы должны это знать на зубок. В руках никаких книг, кроме Библии. Вы вызовете сразу у него как бы до расположения к себе. Что вы не просто прохожане, как называют священники своих прихожан, но мы последователи Христа по Писанию. А дальше уже, когда это ему открыто будет, дальше уже легче. Все остальные вопросы ниже намного. Понятно. Вот, а Игнатий Тихонович, ещё вот такой вопрос. Ну, это, как сказать, по отношению лично к вам. Давайте. из среды ваших недоброжелателей есть там выиски ваших речей, где вы говорите, что вы избранный Божий. Да. Вот. Что все, кто будет вам противостоять, будут размётаны. Это ролик специально. Они много-много раз там повторяют это. Да, да, да. Да, это я знаю. Ну, вот, а почему вы себя называете избранный Божий? Ну, а как я должен назвать, если Бог так? Много говорит званных, а мало избранных. А вас число это интересует? Так, одну минутку буквально. Сейчас я вам скажу. Так. 62. Умейте считать это? 62 и прибавьте 19. Сколько будет? 7. Так, 81. Вот, 81 раз Бог говорит избранный. Как я могу от этого отказаться? Бог говорит. Ну, то есть не лично вы, а вообще... Это христиане, которые веровали во Христа, они избранники. А если они не избраны, то они никто. Папа, Петр говорит, дорожите своим избранием. Он избрал нас. Постоянно об этом говорит. Он избрал нас. Скажут, а где это написано? Ну, дети. Это 2 Иоанна 1,13. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Так. Дальше еще 8,33 к римлянам. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их? Ну, представьте, десятки раз говорится избранные. Если скажете, мы не избранные, то мы никто еще не избранные. Нет, нет, Игнатий Тихонович, наверное, такой вот вопрос, что, допустим, Бог, когда говорит о избранности, он, ну, или апостолы говорят о избранности, они всегда говорят о совокупности церкви. А единолично о ком-то они не говорят. И даже в молитве там «Отче наш» не говорится «Отче мой» или «Ты конкретно избранный», а «Отче наш», «Вы избранные» и так далее. Вот как-то акцентирование внимания ничего, да? Нормально все? Ну, понимаете как? Если говорится о всех, то, значит, как? Тогда никого и нету. Если все, а меня нету, тогда какой смысл-то мне? Эта вещь это тебе. Вот об этом Златоуст говорит. Все, что написано в Писании, ты должен присваивать, усваивать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вместо всяких вы поставьте Иоанн, Ясабли, Игнатий. Так? Это конкретно каждому, а не обобщающее. Апостол Павел Кримин в 16.13 говорит, «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе». Конкретно или нет? Конкретно. Конкретно. По имени называют. Это православный, грешный, супергрешный, грешный, грешный, и дальше. Это можно. А что избранно, это нельзя. Ну, это искривление пути в мозгах. Апостол Павел говорит, «У вас, говорит, такое блудодеяние, которого не слышно даже у изучников». Вы слышали про такое? Да, да, я читал. «Коринфянам». И он говорит это кому? Коринфянам? А впереди называют их святые, избранные. Как может это быть? То есть, они уверовали, они крестились, значит, они избранные, и они святые. И все святые, слово «святые» тоже для православных неприемлемое. Святым, избранным. Нас не приучили к этому. Святым говорит на литургии. Да, мы святые, святая святым. Святые по крови, по жертве Христовой. А по поступкам своим я как человек страстный, я согрешаю за собой, не замечаю, и прошу Господи, прости меня грешного. У нас молитвы-то все так составлены. А раз я их считаю, я их произношу. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй имя, бесчиславие согреши их. Господи, прости меня грешного. Они не знают, за что зацепиться. И показывают, если они против этого, я знаю, что нападает, это православные. Православные, которые не знают Писание, четко, ясно, идут вопреки Библии. Я тут знаю, это напали православные. А вот еще вопрос. Вот вы, как бы, границы церкви определяете законоположенной иерархией, епископатом. Да, только. Но, и вот вы также против крещения с помощью, ну, обливанием или окроплением вы тоже против него встаете. А вот в католической церкви, ну, это практически повсеместное крещение через окропление. Да и у православных повсеместное, а католичное православие-то нету. Это русская православная церковь московского поверката. Да. И церковь-то они как-то еще сохранили. Аня церковь, католическая церковь, со множеством заблуждений. У нас свои горы. Я занимался книгой правил, из 719 правил, 413 ежедневно нарушаются. Больше половины, да. 57 процентов. Так что, я признаю, вот были мы в Риме, в Ватикане были вот 2-2 года назад я проезжал. Я им книги подарил Венедикту и Франциску. Лично, конечно, не встречался я с ними. Это церковь. Я подойду к любому, к Сензу и благословлюсь. И патриарха Кирилла я никогда не буду осуждать за то, что он встречался с папой. Никогда. Никогда. Это несправедливо. Патриарх ничего плохого не сделал здесь, потому что давным-давно все продано католикам. А католичная Украина вся здесь все заняла. Да, они, наверное, тоже там встречались, когда они, скорее всего, говорили по поводу санкций. Да, конечно. Да, о чем бы они ни говорили. Не надо говорить. Все, его поминать не надо. Он уже предал. Что он предал? Когда давным-дам все католичное. Не предал. Посмотрите, сколько бритых священников. Комоны нарушают, посты нарушают, священники. Я говорю не о пасте. О пасте вообще ничего не знает. Поэтому перед нами поле. Священник, у которого борода не растет. Я знаю троих священников, у которых вообще не растет просто борода. Как у женщины такое лицо гладкое. Ну, что? Не растет и не растет, и спору нету. Написано «Не порти края бороды твоей». Мне встречается одна женщина, и она уверовала, у ней борода. Какой-то сбой там в гормонах-то. Она говорит «Но я края бороды не порщу». Ну, понятно. Так что… Не, ну вот… А вот, не гнатий Тихонович, не, ну я как бы, у меня борода есть, я ее, как сказать, ну, не то, что порчу, но ровняю так потихонечку. Не трогать ни одной волосинки. Не порти края бороды твоей. Ну, просто, вот, допустим, толкователи, да, они же говорят, что у иудеев много разных предписаний закона были, которые в Новом Завете, они, ну, как сказать, ну, они отменяются, что ли. Даже вот, как бы, тоже говорил-то, что если в Ветхом Завете иудеи были склонны к тому, чтобы в язычество впасть, вот, их Бог специально так вот, такими всякими условиями отделяет обрезание. Для окрестных народов это мерзко было там. Не свинина, ну, что за странность. Не брейся, ну, это вообще какая-то тоже странность. То есть, в Новом Завете эти, как сказать, предписания, они уже, ну, не столь важны. Вы в семинарии учились? Подождите, секунду, да, я учился в семинарии. Борода это украшение мужчины. Он дал Бог, и я, конечно, ее, так сказать, ношу. Ну, вот, чтобы прям так вот учился, в семинарии. Вы знаете, что семинария Академии, но жизнь сейчас только для того, чтобы оправдать любое безумие в церкви. Она ничего больше не нужна. Чему вас там учат? Чем голову забивают? Для нас совершенный человек с большой буквы. Все человек. Христос. Все. И Христос, спаситель. Дальше апостол. И никто бороды не трогал. Никто. И когда бороды у Давидова слуха обрели половину, он в земной Иерусалим не пустил. Что царь и пророк Давид глупый был? А мы идем в небесный... Смотрите, вот так вот, половину обрели бы. Ну и вторую половину обрели бы, да и шли домой. Нет, вторую половину, это легче было обрить-то. Идите домой. Нет, говорит, пока отрастет. Потому что равнялись уже не на бритую сторону, а на небритую. Давид-то как сказал? Пока отрастет, живите в проклятом городе Иерихоне. Город проклятия. Священники, которые портят бороду, а они не знают Писание. И написано, ибо они были очень обесчищены. А изнасилованная дочь Дина была только обесчищена. А здесь очень. Это хуже изнасилования. И толковать не еще. Вот сегодня возьмите, спросите, старобрядцы, хоть один бреет бороду? Разговоры. Сегодня может быть встретиться. Поддерживаю. Не подравнивают ни усы, нигде, даже разговоры нет. Я их хорошо знаю. Нет, усы-то тоже, как сказать. Никак. Ну вот, когда с чаши причащаются, мужчины, усы начинают мешать, и на них капли крови христили. Да не было никогда капли. Что тебе ложечкой в усы, что ли, сует-то? Нет, не с ложечкой. Да нет этого. Это обман. Обман. Никогда на усах ничего нет. Ну, усы попали. Если бы у тебя не во рту усы были, то они разглотят. Посмотри на Фридриха Энгельса, Карла Марса. Там рта не видать даже. И никто не брел. У нас иконы. Полный храм икон. Это оправдал безумие. Это, значит, учился в семинарии. Господь говорит, мудрость твоя, знания твои сбили тебя с пути. Зачем пророк Исаия говорил, что знания сбили? Какие дурные знания? Православным говорить о том, что бороду надо подправлять или что-то. Ну, страха Божия нет. Рождения свыше не было, и поэтому колобродит всю жизнь. Если страх Божий есть, ты руки не поднимешь даже, ты перстное сложение будешь делать, как положено. Посмотри, как попы кланяются-то. Посмотри, патриарх как крестится. Он куда? На левой плечет, он никогда руку не доносит. А куда-то там, ниже по ноге. Путин крестится лучше. Что, ладно это? Ну? А написано такому маханию, Златоуст говорит, рукой бесы радуются. Зачем патриарх и другие архиереи беса тешат? У нас архиереи приезжают вот к нам в Потеряевку местные, московского патриархата. Он крестится как положено, он все слышал. Я говорю, а зачем это вот у вас рукава такие, чьи же, чем по долу цыганки? А он засмеялся, только, да все греки нам тут дали. Шлейфы эти сзади, как за королевой английской паши ходят. Нужно это? Патриарх выступил, сейчас собрали игумены-ягумени, 450 человек. Какие они, говорит, жезлы сделали? С каким? Крестом? Алмазы? Убрать, говорят, эти погремушки. Сейчас вернете, с первым белым возьмите деревянные жезлы. Патриарх Кирилл, слышали? Нет, не слышал. Да вот, недавно только было. Недавно совсем, месяца полтора назад. Он выступил там, вот там все в интернете помещено, погремушки. И вот этих погремушек у нас целые склады. И мы строим уже не царствие Божие, созидаем, приедет, а царство попов и монахов, которые Бога не знают. Игнатий Тихонович, извините, пожалуйста, у меня прибор разрядился почти, поэтому придется разговор закончить. Конечно. Большое спасибо вам. Аллилуйя. До свидания. До свидания. Большое спасибо. С Богом.